Я хочу вам сейчас успеть показать еще один пример. Это вот из моего опыта работы, ну не буду в общем сейчас долго все это рассказывать, откуда у меня, гороскоп Ольги Ильиничны Слуцкер, владелицы самого дорогого бренда фитнес-клубов, не знаю, Москвы, России или мира, за абонемент можно годовой квартиру купить. Сколько стоит абонемент, как называется? World Class. Да, годичный абонемент в Барвихе, в этот самый World Class, это можно купить где-нибудь в Тульской области квартир. Да, а разве я не так говорю? Квартиру можно купить. Сколько Ольга Ильинична хочет за посещение своего тренажерного, миллионы стоят абонементы, то есть космические деньги, так вопрос, как же мы дошли до жизни такой? А все дело в том, что Ольге Ильиничне просто повезло, я не умоляю ее достоинство, в свое время выйти замуж за Владимира Иосифовича Слуцкера. Слуцкер, это она по мужу, собственно, который и нашел эти деньги, на которые была эта империя этих супердорогих фитнес-центров построена. Карьера Владимира Иосифовича развивалась по восходящей. Вершиной его статуса было член Совета Федерации, то есть он был сенатором. Но все это было, правда, уже давно. А потом Владимир Иосифович с Ольгой Ильиничной дико рассорились. Да, дико. А там двое детей уже было. Дети суррогатные, потому что что-то там не очень получалось. Но это нас сейчас не касается, не важно. По-моему, мальчик и девочка. И конфликт был такой страшный, что Владимир Слуцкер подал в Пресненский суд Москвы на то, чтобы забрать детей и запретить им встречаться с этой бессовестной матерью, забывшей всякое представление, так сказать, о хорошем. Пресненский суд вынес беспрецедентное решение отдать детей отцу. Это редко у нас в стране не принято. У нас, чтобы у матери забрать, это должны быть какие-то, я не знаю, какие обстоятельства. У нас в большинстве случаев всегда в пользу матери. Но тут суд, и он забрал детей и уехал, он не остался в России. Он эмигрировал в Израиль. И в израильской полиции написано, что ей запрещено к ним даже приближаться, к этим детям. То есть она даже не имеет права, иначе ее арестуют. Она не имеет права даже вступать с ними в контакт. То есть он полностью ее как бы лишил всех возможностей контакта. Это вот они нервно, нервно выходят из зала после очередного заседания Пресненского суда. Для чего я вам все это рассказываю? Дата рождения Владимира Иосифовича 27 число. Давайте посмотрим натальную карту Ольги Ильиничной. Вот она. Причем натальная карта, она у меня, как и в истории с Абдуловым, а из первых, так сказать, рук, так, сейчас, а, да-да-да-да-да-да. Я просто, коллеги, хочу, чтобы вы сразу увидели самое главное. Самое главное. Так, всем видно? Да. Это зарисовка из гороскопа Ольги Слуцких. Тригон Солнца, мажорный остров к Марсу, а Марс в 27 градусе. А число его рождения Владимира Иосифовича 27, и вы бы тут тоже в ней так вот пол гудали и сказали, ты что делаешь? Это тебе муж, который дан откуда? От Бога. И другого такого нет и быть не может. Причем все совпало. Во-первых, число его рождения совпало один в один. Во-вторых, Марс, они оба, почему вот этот воркласс, они оба в прошлом профессиональные спортсмены. Спорт имеет отношение к Марсу? Конечно. Самое прямое. Он спортсмен бывший, и она спортсменка. Третье, то есть Марс это тут не про агрессивность мужа, а про профессию. Третье, место встречи. Марс у нее стоит в конце 10 дома, ну близко к 11, но это еще 10 дом, последний градус. Они познакомились на одном пафосном мероприятии, на бизнес-конференции, их познакомил ее отец. Он был со Слуцкером до этого знаком, и вот он представил дочку ему, и они начали встречаться. Десятый дом встретились в пафосном месте, то есть все совпало. Вот если вы такое находите, вы говорите тому, кто рушит брак, что что ты делаешь, ты разрушаешь свою судьбу. Между прочим, детьми неприятности не кончились. Дальше Владимир Иосифович попросил вернуть все деньги, которые он вложил в этот, это не ее деньги, это он и не его. Он взял этих денег у хороших людей из-за границы, ну под, как это называется? Ну да, и под честное слово, он сказал, тогда вон в класс верните, то есть на чьи средства. Ну и дальше они продолжили воевать, и воевали еще долго-долго-долго. Причем там война прошла с переменным успехом, вплоть до физических угроз в адрес друг друга. Так что, коллеги, гороскоп видит все.